Анна Виталиевна, Вы используете у пациентов, у которых есть плохой ответ на индукционную терапию, дополнительно два курса ТВД, но это те пациенты, которые в индукции уже получали доксоробицин. Не получаем ли мы из-за этого высокую токсичность? Потому что группа Сиапен использует ТВД, но у них нет в первой линии антрациклинов. Не видели ли Вы какой-то высокой кардиотоксичности? Это топ-тыкан, и это уже 7-8 курс терапии. То есть кардиотоксичности мы не видели, но милотоксичность достаточно высокая. То есть если после этого блока они восстанавливаются, после обычных блоков на 16-17 день, то здесь 25-24, то есть они восстанавливаются достаточно тяжело. Вопрос про постконсолидационную терапию. Вы упомянули, что Вы отказались от 13-салитиновой кислоты, тогда какую постконсолидационную терапию, кроме ручевой терапии, Вы предлагаете? Пока мы присутствуем надеяться на то, что благодаря помощи кодов у нас будут благодарны, что мы не делаем. Дети, которые мы с вами готовы, мы всегда очень хорошим, что мы отмечаем, что мы делаем, что мы делаем, что мы делаем. Сейчас пока еще раз, но если наш... Пока еще рано говорить, но если наш проект с рецидивными пациентами, с ДНК-вакцинацией окажется успешным, возможно, мы будем использовать индивидуальную ДНК-вакцину в качестве иммунотерапии в первой линии. Ну, как бы, пока еще рано. Мы начали, это три пациента вакцинированы, перенесли. Пока все хорошо, но мало времени прошло. Спасибо большое. Еще я хотела подчеркнуть, да, наверное, просто подчеркнув доклад Юрия Николаевича о роли сцентиграфии с использованием не только планарных изображений, но эффект КТ. В настоящее время, да, мы все наиболее широко пользуемся критериями оценки, международные критерии оценки ответа 1993 года. Но если мы будем говорить о тех критериях, о которых сегодня уже упоминал Денис Юрьевич, то там критерии ответа входят, да, не только сцентиграфии, с МИБДЖ, которые они входят в критерии 1993 года, но именно использование не только планарных изображений, а эффект КТ, и для пациентов МИБДЖ-негативных использование ПЭТ-стор-дизоксиглюкозы, то есть они уже прописаны в международных современных критериях системы оценки ответа пациентов с нейрогластомой. То есть, может быть, в рамке старого протокола НБТО нет, но в новых критериях это есть. Так что большое вам спасибо, что вы сегодня очень интересно об этом рассказали. Веронина Витальевна, можно тоже к вам вопрос? По тактике в ультравысоком риске, то, что вы привели данные по безрецидивной общей выживаемости в высоком риске, тогда включен ультравысокий риск тоже, 40%. Вот вы дали группу высокого риска, 40% безрецидивная. Это включая ультравысокий риск? Да. А в ультравысоком риске получается порядка 20% долгосрочная? Ну, в ультравысоком риске, да, порядка около 20%, там больше не будет. Ваше впечатление, у вас есть какая-то группа ретроспективного контроля, сравнения? Одна трансплантация, тандемная трансплантация. Насколько это изменяет? У нас ретроспективной группы нет, мы маленькая страна, у нас всего 20 пациентов в год. Из них высокий риск 10% в год, да. Мы можем использовать только свою группу исторического контроля, у которых была одна трансплантация, две. Но этот протокол мы только начали, потому что если мы у себя с нашими данными еще будем делать рандомизацию, то неизвестно, когда мы вообще получим эти результаты. Ну, поэтому и важно то, что нужно объединяться и создавать общее кооперативное исследование, чтобы отвечать на эти вопросы. Потому что в рамках нашей страны, когда 20 пациентов в год, из них 10% высокий риск, то есть понятно, что с этими рандомизациями ничего быстро у нас не получится. Спасибо. И еще вопрос. В группе ультравысокого риска опять-таки. Насколько я понимаю, там есть пациенты, которые получили и ТВД на дополнительных терапии, и две трансплантации? Да. Вот если сравнить пациентов, которые получили ТВД и которые не получили ТВД, какая-то разница у вас есть по финальным итогам? Или это слишком маленькие группы? Это слишком маленькие группы еще получатся. Мы этот протокол начали только в прошлом году. У нас есть только один пациент, который получил два блока ТВД, он ответил на них и пошел дальше. И есть пациент, который не ответил, и мы его сняли с терапии, дали ему ММБД-терапию и метрономную терапию. То есть он на высокодоз, он не пошел. Спасибо большое. Просто очень интересный вопрос. В принципе, дополнительная терапия перед аутотрансплантацией. Хотелось его как-то? Ну, у нас пока, говорю, таких было два. Один получил, другой не получил. Поэтому сравнивать одного со вторым, наверное, это неправильно. Спасибо большое. Еще вопросы? Вы замучили Инну Витальевну. Но я тоже хочу задать небольшой вопрос. Вернуться к ракутану. Я знаю, что коллеги из Чехии уже выявили предикторы клинического ответа на дифференцировочную терапию. Вы по какой причине ушли от ракутана? Ну, мы уже ушли. Исследования, которые сделали апдейт по Кэтрин Матей по своему протоколу. В начале было опубликовано исследование в 2009 году. И последний апдейт, который был там, по-моему, или 16-й или 15-й год, показал, что нет вообще никакого... И те исследования, которые были в том, что использование ракутана в постконсультационном режиме, ракутана без иммунотерапии, также не имеет никакого преимущества. У нас пациенты маленькие переносили его не очень хорошо. И много было осложнений в виде драматитов, много было осложнений в виде поражения почек. Поэтому мы, учитывая литературные данные и наши данные, решили, что мы не будем использовать ракутан. Рандомизации мы не проводили, естественно. То есть смысла в нем мы особого пока не видим. Мониторировать уровень мы не можем. Спасибо большое за ответ. Все. Спасибо большое за очень интересное сообщение. Вы рассказываете об использовании интероперационного микроскопа и очень тщательного педантичного выделения сосудов. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, какие методы вы используете и какие методы существуют для профилактики развития тромбозов, к примеру, пациентов после таких вот экстенсивных хирургических вмешательств? По большому счету ничего не существует, потому что даже мы искали, пытались найти что-то в литературе. Может быть, мы были не первыми с этим микроскопом. Откровенно говоря, ничего не нашли. Максимум, что используется, ну, безусловно, в этом сейчас нет ничего удивительного. Это просто оптическое увеличение. Ну, все оптика, очки и все. Вот. И, откровенно говоря, по мере накопления опыта, ну, если это можно так назвать, или кривое обучение, так было бы, наверное, справедливее, мы от этого микроскопа потихоньку отходим. И сейчас, откровенно говоря, за редким исключением, ну, пользуемся, конечно, мы так для себя пока сформулировали какие-то показания к его использованию, но, по большому счету, трехкратного, трех с половиной кратного, вернее, оптического увеличения будет достаточно. Что касается других профилактических мер, ну, есть такие сугубо хирургические какие-то приемы, ну, я не знаю, насколько это интересно настоящей аудитории, но, по большому счету, ничего нового не существует. Мы пытались оптимизировать антикоагулянтную терапию. В смысле, в голову это остановилось? Да. А сейчас мы на пути, в общем-то, к этой оптимизации, но, откровенно говоря, пока ничего нового, вот сверхъестественного, ничего такого не нашли. Но число осложнений уменьшается. Это самое главное. По мере освоениями... Спасибо большое. Если можно, у меня короткий комментарий, видно, Виталий, к сожалению, не вышло, но я просто хотел сказать, что она подняла тему интенсивной химиотерапии нейробластома у детей раннего возраста и возможности развития необычных осложнений в виде, например, генерализованной ЦМВ инфекции. Я могу сказать, что это то, с чем мы тоже сталкивались в нашей практике. У нас было минимум три пациента. При этом мы говорим про ЦМВ, реактивацию ЦМВ, предсуществующую и, возможно, трансфузионно ассоциированную, но это действительно большая проблема, поэтому, собственно, мы тоже так же, как и коллеги из Минска в настоящее время, всех детей первого года жизни, которые требуют интенсивной химиотерапии, обследуем на цитомигаловирус. Плюс ко всему интересно является то, что этот феномен, по крайней мере, был выявлен исключительно у пациентов с нейробластомой, поскольку у нас есть достаточно большая группа пациентов с другими видами опухолей, например, с саркомами, требующих также достаточно интенсивной терапии, но, по-видимому, уровень иммуносупрессии при режимах с использованием, которые используются при нейробластоме, может быть, за счет цикла фосфамида, гораздо выше. Вопросы? Вопросов нет. Спасибо огромное за ваше внимание. Да, Алексей Владимирович, есть вопросы. Спасибо большое. На самом деле у меня не вопросы, у меня комментарии. Скажите, пожалуйста, вот детские онкологи, насколько часто, когда вы отправите пациента на лучевой терапию, и вы при этом прилагаете протокол. Ни одной руки нет. Совершенно верно. Какой протокол? Совершенно верно. Ни в коем случае нельзя рассматривать лучевую терапию как самостоятельную какую-то вещь. Лучевая терапия есть вклад какого-то метода в определенную программу лечения. И я прекрасно понимаю, как мы очень тесно работаем и с хирургами, и с онкологами. Чуть больше вклад одного метода должен уменьшаться вклад другого метода для соблюдения баланса, для локального, ну, для выживаемости, для излечения и осложнений. Вот что самое главное. Насколько у вас тесная связь между радиотерапевтами и вами? Вот что я хочу днести на самом деле сегодня. Спасибо большое. Спасибо большое, Алексей Владимирович. Я думаю, что это очень важный комментарий. На самом деле, я думаю, что, ну, и, собственно, данные, которые показывал Алексей Владимирович, свидетельствуют о том, что четко следовать во многих ситуациях у многих пациентов в России критерием выбора показаний к лучевой терапии пациентов с нейробластом и группой высокого риска и промежуточного сложно за счет низкой доступности, будем называть прямо с антиграфией, но, тем не менее, мы вот в рамках совместного взаимодействия выработали подход, который позволяет, ну, большей части программных пациентов осуществлять это в рамках рекомендаций протокола немецкой группы, а остальных пациентам рекомендовать облучение в дозе 21 ГР. Я думаю, что, ну, это компромисс, пока мэй-биджи с антиграфией не станет более доступной, и пока, что самое главное, об этом Алексей Владимирович говорил, не будут доступны результаты крупных исследований, которые все-таки ответят на вопросы о дозовых режимах у разных пациентов с разным ответом.